Зима часто приносит бури, когда по земному шару начинают бродить холодные фронты. Но астрономам удалось открыть еще большие погодные системы протяженностью в миллионы световых лет. С помощью рентгеновской обсерватории Чандра исследователи изучали холодный фронт, который находится в галактическом скоплении Персей и который протянулся на 2 миллиона световых лет. Скопления галактик – самые большие массивные объекты во Вселенной, воедино связанные с гравитацией. Они могут включать сотни и даже тысячи галактик, а также обширные резервуары сверхгорячего газа, которые ярко светятся в рентгеновских лучах. Холодный фронт в скоплении Персея состоит из относительно плотной полосы газа низкой температуры, всего лишь 30 миллионов градусов, который движется сквозь горячий газ низкой плотности температурой 80 миллионов градусов. Этот гигантский холодный фронт сформировался 5 миллиардов лет назад и перемещается со скоростью почти полмиллиона километров в час. С тех далеких времен, холодный фронт не только выжил за прошедшую треть возраста Вселенной, но также остался удивительно острым, двудольным. Астрономы ожидали, что со временем такой фронт должен был бы рассеяться, потому что он перемещался миллиарды лет в неприветливом окружении из звуковых волн и турбуленций, созданных выбросами гигантской черной дыры в центре скопления Персей. Но вместо этого компактная поверхность фронта говорит о том, что эта структура могла сохраниться вследствие действия закрученных вокруг нее магнитных полей. Персей – то же скопление, где астрономы при помощи Чандры открыли звуковые волны, звучащие нотой си-бемоль на 57 октав ниже, чем нота до в середине фертопианной клавиатуры, а также гигантскую волну в два раза шире Млечного пути. Астрономы продолжат изучать скопление Персей при помощи Чандры и других телескопов. Персей при помощи